Великая степь. Тысячелетия событий. Сотни кочевых племен и народов. Они жили, творили, свершали открытия, завоевывали огромные пространства и оставили нам немало загадок. Смотрите проект «Тайны Великой степи». Один из самых влиятельных каганатов средневекового Казахстана, границы которого простирались с одной стороны от Западной Сибири до Тиньшаня, с другой – от Каспийского моря до равнин Семеречия. Воинственный народ, история которого началась в VII веке, вдруг оборвалась в середине XI столетия. Почему? Историки до сих пор не сошлись в едином мнении. Кимакский каганат остается одним из самых таинственных, малоизученных древних государств, оставивший в наследство потомкам множество загадок. После этого к ним пришли семь человек из родственников татар – Ими, Имак, Татар, Баэнвер, Копчак, Ланикас и Аджлат. Увидев их, рабыня вышла и сказала «Эртыш», то есть «Остановитесь», дословно «Мужи, слезьте с коней». Отсюда река получила название Иртыш. Все они направились к Иртышу, собралось 750 человек, они образовали семь племен по имени Семи Человек. Арабский историк Ал-Идреси в своих трудах перечислил 16 кимакских городов, большая часть из которых располагалась в бассейне современной реки Иртыш. Столицей каганата, по версии ученого, был город Имакия. Он был защищен от врагов глинобитными стенами и железными воротами. Однако и другие древние городища кимаков имели развитую инфраструктуру. Об этом повествуют литературные летописи, но ни одного археологического подтверждения этому не найдено. Ученые пока находили в основном только курганы кимакского периода. И никогда – памятники городских агломераций. До последнего момента. Это современная территория близ Павладара. Именно здесь, в низовьях реки Иртыш, археологи долгие годы ведут раскопки памятников кимакского периода. Предположительно, на 10 километров в ширину раскинулся здесь гигантский некрополь 10-11 столетий. Ученые логично предполагают, что рядом с погребениями можно обнаружить места древних стоянок кимаков. А может быть и столицу кимакского каганата – Имакию. И вот когда очередные раскопки одного из курганов подходят к концу, археологи сталкиваются с настоящим открытием. На глубине полутора метров огромное количество деревянных деталей, первоначальное предназначение которых сразу определить сложно. Естественно же, у нас возникла сразу масса предположений, что же это такое – колесо, или же это какое-то изделие округлое, деревянное. И вот уже через несколько дней, когда мы убрали верхний слой грунта, делалось это очень медленно, постепенно. Почему? Потому что древесина очень рыхлая, мягкая. И когда предмет извлекается на открытый воздух, он под действием ультрафиолета, бактерий, температуры, перепадов влажности. Предмет из органики очень быстро начинает разрушаться. И поэтому мы очень осторожно открывали эту находку. И когда убедились, что там действительно лежит как минимум два колеса, так мы вначале подумали, стало ясно, что там какое-то транспортное средство. Ну, очевидно, повозка. Археологи убеждены, каждый экспонат – носитель ценнейшей информации. Столкнувшись с уникальным транспортным средством, доселе не изученным современниками, ученые пребывают в растерянности. Как вывести с поля находку длиной в два, шириной в полтора метра в целости и сохранности? К месту раскопок прибывает известный в Казахстане реставратор Крым Алтынбеков. Ученый применяет уникальную технологию, позволившую транспортировать артефакт в научный центр. Когда хрупкие кости и так далее, останки органики, хомдорва, это нами было придумано мелкий, тоненький этот салфанный мешочек, туда просеянный, сухой, местный, или песок, или земля. Она должна быть как вода, и ими мы заполняем все пустоты и промежутки между костями или артефактами. Затем мы можем его хорошо обматываем пищевой пленкой, специальной пленкой, и она получается масса вот такая твердая, и при транспортировке она не трясется, и этой вибрации никакой нет. Упакованный земляной блок составляет почти 5 тонн. Впервые ученые извлекают из-под земли такой тяжеловесный экспонат, и вновь археологам приходится прибегнуть к уникальной методике извлечения артефактов одним блоком. Подрезаем дно могилы, чуть дальше дна, берем ниже, и подрезаем его вручную, и кладем туда брус. И когда мы все соединяем брусы, получается, мы его берем как носилки. И блок, он уже с землей вместе, нетронутый совсем, упакованный, уже с блоком забираем. Так мы впервые вот забрали вурджарскую принцессу. Мы вот использовали эту же методику уже в силе Байдалы. Мы раскопали там кемасскую колесницу. Блок оказался слишком большим, и не было помещения, чтобы его там исследовать. И мы решили поставить его на открытое место, под открытым небом. Но чтобы не было воздействия внешней среды, мы над ним поставили юрту. Не в полевых условиях, но пока не в лаборатории, но уже под навесом. Ученые неспешно приступают к изучению находки. Шаг за шагом, песчинку за песчинкой, археологи сдувают вековую пыль с кемакской колесницы. Найденные артефакты дают основание предположить, что эта кибитка служила кемаком-транспортом и одновременно жилищем. Об этом говорит Шанырак и остатки тканей, которую позже исследователи обнаружат в земляном грунте. При расчищении и убирании грунта, мы видим плавно лежат ступицы, аккуратно две спицы их, и обод одного колеса большого, а под низом, оказывается, было второе. То есть можно сделать предположение такое, что вот у нас стояла колесница, и колеса просто вот так упали друг на друга. Археологическая находка павлодарских ученых открывает новую веху в изучении кемакского каганата. Многочисленные письменные источники, описывавшие жизнь кемаков, говорят о том, что административные центры кочевого государства перемещались по территории древнего Казахстана вместе с населением кемакий. Но что, если древние городища на самом деле были не стационарными, а переносными? После появления колесницы можно предположить, что люди, населявшие кемакские города, жили в повозках. Предположение о том, что кемакские города могли быть кочевыми, вот, то есть они перемещались, и находка, которая там обнаружена, то есть вот это древнее средство передвижения, своего рода трейлеры, средневековые кочевые, как раз вроде бы указывают на то, что да, действительно такое могло быть. Когда европейские путешественники приходили, значит, в страну кочевников и описывали их станы, они писали о том, что у Орда, где находится хам, представляется собой большой красивый город. Вот. Но весь этот город находится на повозках. Вот как раз вот таким вот передвижным жилищем, а не просто какой-то там повозкой арбой, и является находкой из Байдалы. На некоторых повозках помещаются дома, которые они строят следующим образом. Берут деревянный обруч диаметром в полтора шага и на нем устанавливают несколько полуобручей, пересекающихся в центре. Промежутки застилают камышовыми циновками, которые покрывают либо войлоком, либо сукнами, в зависимости от достатка. Когда они хотят остановиться на привал, они снимают эти дома с повозок и живут в них. Мы приблизительно собрали то, что вот как это было. То есть вот посмотрите, что это примерно было в таком, ну это в боковой разрез. Еще у нас есть и продольные такие, что вот такие большие колеса стояли, потому что мы шанрак нашли, мы нашли седло, некоторые элементы вот этих частей. И, конечно, ну сохранность хорошая, можно сказать, что картину увидеть можно благодаря вот чертежу. Кимакская колесница доставлена в реставрационный центр Валматы. Сейчас она законсервирована. Спустя время ученые приступят к ее реконструкции и точная копия кимакской повозки пополнит экспозицию Национального музея. Два колеса, повозка, корзина сплетена из этого тонких дерева, красиво сплетена. Они все сохранились. И вот этот самый шатер заканчивался круглым куполом, как шанрак. Она красивая, круглый купол. Это таких возили знатных людей обычно. Красивые вот так оформлены. И затем сама по себе под повозкой захоронены два человека. Их статус тоже показывает. То есть сейчас в процессе изучения, кто они были, какой статус. Но уникальность кимаксской колесницы в том, что под ней были захоронены два человека. Теперь уже известно, что это были двое мужчин. Около 25 и 45-50 лет. Над табытом, то есть саркофагом, старшего мужчины был обнаружен посор. Символ мудрости и почитания. А рядом с молодым воином пояс и кинжал в деревянных ножнах. Почему над этими двумя людьми сверху в могильную яму была поставлена целая повозка, мы, конечно же, знать не можем, поскольку в 10-12 веке мы не жили. Но вот выдвинуть предположение, это, конечно, возможно. Ведь помимо повозки, там находилось еще и седло. Там были деревянные, декоративные стремена. Но, как правило, в кимакских памятниках и в более позднее время очень часто встречается захоронение человека в сопровождении лошади. А здесь вот мы видим не лошадь, а именно транспортное средство. Вот для нашего региона эта находка достаточно оригинальная. Но если посмотреть шире, то мы увидим, что в степях Восточной Европы чуть более позднее время, в 12-13 веке, в могилы ложили действительно элементы повозок. Там встречаются фрагменты колес, фрагменты повозок. И эти памятники как раз отождествляются с кипчаками-половцами. В многочисленных летописях встречаются упоминания о половецких вежах. Их использовали во время битв с русскими князьями. Тюркские племена кипчаков, объединившие в 11 веке по своей властью племена корлуков, киргизов и кимаков. Воины на двухколесных повозках сражают врага на поле битвы. Археологам встречаются погребения того периода. Постоянные междоусобицы, снедавшие казахскую степь и приведшие в конце концов к распаду Каганата, были обыденностью того времени. Война была образом жизни для кимакских мужчин. По мнению ученых, доспехи воинов в те времена достигали 35-45 килограммов. Ламеллярный доспех – это сплетенные пластины между собой. Они сплетены между собой. На доспехе около 800 пластин. Сплетены они кожей. Доспех состоит из нескольких частей. Это кераса, то есть закрывающее тело. Также на бедреннике защищает ноги, когда воин на коне. Здесь очень удобно и не мешает движению. Несмотря на то, что все это огромный вес идет на одного человека, он очень хорошо защищал кимакских воинов в бою. Доспехи носили элитные войска. Также доспехи могли надеть на коней. Археологические исследования в Прииртышье ведутся с 1960-х годов. И до сих пор гипотеза о том, что кимаки в основном занимались земледелием, скотоводством, металлургией, кожевиным и ювелирными ремеслами, подтверждалась. Но раскопки в ауле Коль открыли новые факты о кимаксском периоде. Ученым удалось обнаружить остатки фресок, древних кирпичных мавзолеев, сравнимых по архитектуре с памятниками Самарканда и Туркестана. Это значит, что среди кимаков были искусные зодчие и строители. Когда мы начали работать в рамках этой темы, удалось найти целую серию новых интереснейших памятников. Что это такое? Это мавзолеи из сердцового кирпича, выложенные в той же технике, что и сооружения на памятниках городской культуры Центральной Азии. То есть это крупные сердцовые блоки, квадратные платформы, под которыми находятся захоронения представителей кимахской знати. Датируются эти объекты X-XII веком. Наличие памятников погребального зодчества говорит о том, что этот народ, он владел строительным искусством, он мог строить вот такие погребальные памятники. Затем последовали несколько находок кимахской культуры. Погребение воинов того времени в селе Теренколь. Бойцы лежали головой на восток, а рядом с ними находились стрелы, лук, красивые кожаные пояса. И все это было бы обыденным, если бы не одна деталь. Погребение относится к XIII-XIV векам, а кимахский каганат перестал существовать за 200 лет до этого. Значит, культура кимаков продолжала жить. Другое захоронение, обнаруженное в Кочирском районе Павлодарской области, также принадлежит к более позднему кимакскому периоду. Отличительная черта кимаков – искусные ювелирные изделия. Своим мастерством они славились на всю Великую Казахскую степь. В захоронении, где была похоронена девочка пяти лет, была обнаружена лакированная деревянная шкатулка со снадобьем. В длинные косы ребенка были вплетены шумящие серебряные подвески с золотым бубенчиком. В районе черепа, где располагались когда-то уши, то есть в ушах девочки, были найдены золотые серьги. Вот это вот погребение очень интересное, оно как раз вот наталкивает на мысль о том, что, видимо, в древности люди, так же, как и сейчас, очень переживали за своих детей. И мир древнего человека, он был тоже же наполнен его представлениями об окружающем. И очевидно, что вот эти вот шумящие подвески, они имели какое-то сакральное значение и должны были отпугивать злых духов. Еще несколько лет назад ученые довольствовались архаичными методами исследования погребений. И вот недавно археологи научной экспедиции под руководством Тимура Смогулова совершили прорыв. Они решили исследовать не только сам артефакт, но и грунт, в котором находка проводит порой несколько тысячелетий. Впервые мы методику изъятия блока использовали в Восточном Казахстане. В 2013 году у нас археологические исследования близ села Ауджер. При раскопках, дальнейших раскопках саркофага нам удалось выяснить, что там находится необычное погребение элиты, женское погребение с головным убором и украшениями. Ученые совершили поистине сенсационное открытие. В каменном саркофаге находились останки молодой женщины, представительницы знатного рода. Об этом говорили артефакты, обнаруженные в каменном саркофаге. Жертвенник и золотые серьги сразу же бросились в глаза ученым. Урджарская принцесса, как ее прозвали, была облачена в аллое платье, легкую шелковую остроконечную шапку наподобие салки-ле и держала в руках листья папоротника. Никто и никогда не узнал бы этих деталей, если бы не инновационная технология реставратора. Сакскую царицу подвергли цифровому рентгену. На основании этого открытия можно сказать, что уникальная находка в Урджаре может сравниться с легендарным золотым человеком. У Урджарской принцессы два всего золотая блокировка оленей. Мы теперь знаем, откуда что. Это корона. И у нее был парик, парик сделан из растительности, как я анализ показал, не волосы. И на ней красная шелка, шапка легкая, красивая, и корона одетая. И мы все это увидели благодаря новой технологии, используя рентгенские снимки, цифровые. Однако рентген уступает обычной магнитно-резонансной томографии. Павлодарские ученые, первые в Казахстане, использовали МРТ для исследования останков Кимакского погребения, найденного под колесницей. Зачем? Ведь можно вскрыть погребение и увидеть все воочию. Но археологи намерены сохранить для дальнейших изучений грунт, в котором находится прах. Поэтому, не открывая запакованных останков, ученые на МРТ видят, какие артефакты находятся внутри. Благодаря томографии мы уже можем видеть, что находится внутри, какую сохранность самих останков скелетированных, какая сохранность тех находок, артефактов, которые присутствуют в захоронении. Это вот осадки пояса. На нем присутствует ременная пряжка, два крючка. Может быть, вешали на него сумку, что-то еще. И хорошо виден железный нож, предположительно, железный нож. Врачи, которые сидели, о, у него почка больная. У него так. Мы в шоке были. И как они дальше начали читать, даже они могут читать, чем они питались. То есть это питание, и какая была погода, какая пища и так далее, и так далее. Это тоже очень важно для науки. То есть именно томография дает огромную новую, новую информацию, которую раньше никогда мы не подозревали. Томография в археологии раньше применялась только при изучении египетских мумий. Но никогда в изучении обычных, немумифицированных останков. Что надеются найти ученые в сырой земле, неприметной на первый взгляд? Благодаря этой методике мы можем теперь брать анализы грунта, также брать анализы на наличие ткани, шелка, может, какой-нибудь пищи, которая там была, органики. И это все уже исследовать в лабораторных условиях, химическим составом, спектральным анализом. Основные информации вообще-то несут органика, не металл. Металл, золото, это же только как аппликация идет, сверху просто украшение. А общей информацией все это дает органик. Это одежда, это общая форма, образы его же, одежды, ткань, текстиль, кожа и так далее. Если мы все это теряем, мы, конечно, ничего не видим. Геномная экспертиза древних захоронений – будущее казахстанской археологии. Она ответит на многие вопросы ученых о быте, образе жизни, привычках и ритуалах древних людей. Кто знает, какие открытия совершили бы ученые при обнаружении Иссыкского золотого человека, будь в их арсенале современные методы исследования. На многие вопросы археологам еще предстоит найти ответы. Так, в Кургане, где была найдена колесница, кроме парного захоронения было обнаружено два других погребения. В одном из них находились останки женщины с красивой заколкой в волосах, на которой был изображен хищник, похожий на волка или собаку. В другом захоронении находилось тело женщины, усыпанное кедровыми орешками. Нигде в Приертышье не произрастает сосна, сибирская кедровая. Зачем умерших осыпали плодами этого дерева? И кем приходились эти женщины двум другим мужчинам, погребенным под колесницей. В культурном плане население Великой Степи очень близкое. И очень многие элементы погребального обряда, которые мы видим в Приертышье, в чуть более позднее время встречаются в Поволжье, на Дону, в Приурале. И как раз вот эти вот находки, они подтверждают гипотезу о том, что часть населения из центрального Казахстана, с северного Приертышья в период крушения Кимасского кабинета, видимо, эмигрировала на Запад и принесла с собой вот элементы этой культуры. Исследования наши говорят о том, что если даже государственность Кимаков и прекратила свое существование, то культура Кимакского Каганата, она никуда не делалась. И она существовала в Копчакское время, потому что чем было знаменовано крушение Кимакского Каганата? тем, что политическое лидерство на территории этого государства перешло к племенам Копчаков, которые были частью Кимарской державы. То есть изменилось, очевидно, немного политическое устройство, поменялось правящее, знать, но народ и его культура, они никуда не делись и свое развитие дальше продолжали уже в составе других государств. Итак, открытия павлодарских археологов позволяют сделать вывод, что Кимакия продолжила свое существование в других племенах. Государство не исчезло в одночасье с лица земли. Ее традиции и быт продолжали жить в разрозненных общинах. Устье Рикия Иртыш близ Павлодара сейчас активно застраивается и археологи должны в кратчайшие сроки исследовать всю территорию поймы. Ученые не сомневаются в том, что здесь находятся другие уникальные артефакты, которые ждут своего часа. Возможно, эта Кимакская колесница окажется первой в череде открытий древних транспортных средств Казахстана. Те вопросы, которые мы перед собой начали раскопок ставим, мы на них получаем ответы, но вместе с тем грань познания она отодвигается. И вот с каждой находкой ты как бы получаешь новую информацию, ну и новую пищу для размышлений. Именно это археолога, ученого и толкает вперед и заставляет каждый год идти в экспедиции и совершать новые открытия. А новые методики изучения исторических артефактов помогут историкам написать новые страницы в хронологии становления нашего государства. Главное эту историю сохранить. И тогда мы узнаем еще множество тайн Великой Казахской степи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok